Всем привет, меня зовут Анатолий и вы на канале о правильном отоплении. Согласитесь, каждый из нас хочет сэкономить. И в общем, отрасль отопления дает такую возможность. Сегодня отопление дома может стоить как 300 тысяч рублей, так и миллион. Но стоит ли ожидать, что оба этих варианта окажутся одинаково качественными? Или они чем-то отличаются? Давайте разберемся. Сегодня я на реальных кейсах покажу, насколько существенная разница между дорогим и дешевым отоплением. И чем эта экономия может вам обернуться. Поэтому досмотрите это видео до конца. И начну я с одного из примеров. Год назад к нам пришел клиент, который попросил рассчитать систему отопления для небольшого склада. Мы его посчитали, он говорит, ой, как дорого, и в результате ушел. Но мы думали, что он ушел совсем, а он ушел, потому что у него бюджет не сложился, и он отложил монтаж на следующий год. В этом году он пришел и говорит, все, я готов делать. Мы ему пересчитали, стало чуть дороже, чем в прошлом году, так как цены поднялись. Но в итоге у него получилась сумма в районе 2 миллионов рублей. Он говорит, да, я все беру. А потом, когда мы уже ему все сделали, я разговариваю, ну как, довольны, все ли устраивает. Он такой рассказывает, что да, все хорошо, все классно. В принципе, все, как я и ожидал. Вот мне, правда, предлагали эту же систему отопления, но за полтора миллиона. Я говорю, прямо эту же. Говорит, да нет, просто предлагали за полтора миллиона. Я начал разбираться после того, как вы мне рассказали какие-то нюансы, моменты, технические штуки. И такой, говорит, я посмотрел, поспрашивал, и понимаю, что они не понимают. Они исключили часть элементов из вашей системы отопления, из вашей схемы. Они не стали делать какие-то моменты важные, которые я спросил, чтобы они нужны были. Потом я понял, зачем они мне нужны, когда вы мне объяснили. Спрашиваю, а почему вы это исключили? Они говорят, ну это не обязательно, ну это можно не делать. Я понял, что, во-первых, в технических нюансах они не понимают, а во-вторых, там ни о какой гарантии речи не идет. Если в вашем случае у вас два года гарантии, и вы приезжаете на любое устранение неисправностей за 72 часа, то там гарантия до ворот. То есть, как только ребята с деньгами уходят за ворота, гарантия заканчивается. Я подумал, лучше заплатить 2 миллиона, чем сэкономить 500 тысяч и потерять полтора. В этом и заключается разница между дорогим и дешевым предложением. Почему так происходит? Потому что, как правило, монтажники не умеют вести переговоры. И когда он называет цену клиента, тот говорит, охренеть, это ж столько дорого, да мне вот там вот за углом в два раза дешевле предлагают, и начинают разводить его. Монтажник теряется, он вроде бы и специалист хороший, но понимает, что вот не может он это обосновать, не может объяснить. И в результате соглашается сделать дешевле. А как это достигается? Ну он понимает, ну если что, гарантию я не обеспечиваю. Эти элементы я могу исключить, это я не сделаю, это я не поставлю, так сделаю подешевле. Заменю какие-нибудь дорогие качественные материалы на более дешевые. Ну мне дилер обещал, что они качественные. Ну скажу, что дилер обещал, что. И получается, что и в первом, и в втором случае он зарабатывает одинаковые 50, 60, 70 тысяч рублей, даже 100. Но только в первом случае вы получаете качественный товар, потому что он использует качественный материал и делает полную схему, которую необходимо со всеми необходимыми элементами. А во втором случае он просто исключает из него элементы, отсутствие которых вы поймете только через полгода эксплуатации вашей системы отопления. Когда претензии ему предъявить будет невозможно. В результате вы сэкономили, но только на себе. Расскажу вам случай из жизни, как экономия моему папе в 1000 рублей стоила ему полмиллиона. Ему нужно было перевесить полотенцесушитель. Он нанял кого подешевле. Ему все сделали, и все было бы нормально. Но однажды, спустя где-то месяц после того, как ему повесили этот полотенцесушитель, я выходил из ванной и подскользнулся. Схватился за него и оторвал. Оказалось, что уголки, которыми он был прикреплен, были сделаны из некачественного, очень непрочного материала. Силумина. В результате давление воды-то они держали, а механическое воздействие не выдержали. Примерно за 10 минут наша квартира на 9 этаже наполнилась вот таким слоем воды. Ну и плюс 5 квартир ниже. Устранение последствий потопа в его квартире и у соседей папе обошлось примерно в полмиллиона рублей. Это он еще легко отделался. Есть понятие цены, а есть понятие стоимости. Цена – это то, сколько вы платите разово за материалы и за монтаж. А стоимость – это все ваши затраты, включая разовую покупку за весь срок эксплуатации. Если вы купили очень дешево здесь и сейчас, то это с большой долей вероятности приведет к тому, что в дальнейшем вы будете тратить большие деньги. И стоимость за весь срок эксплуатации этой дешевой системы отопления окажется в десятки раз больше, чем если бы вы сразу заплатили необходимое количество денег за правильный монтаж и правильное оборудование. Давайте я вам приведу пример из жизни, но только не из системы отопления, а с дорожкой. Мы клали дорожку к дому и обошлась она нам в 10 тысяч рублей. Правда, через год она испортилась. И нам пришлось заплатить еще 10 тысяч рублей за демонтаж и 10 тысяч рублей за новую дорожку. Правда, я не стал покупать за 10 тысяч рублей новую дорожку, купил за 20 из более дорогих высококачественных полимеров. Это стоило в два раза дороже обычной дорожки. Но эти материалы прослужили нам 10 лет. В результате цена первой дорожки 10 тысяч, второй 20. Вот только стоимость первой дорожки оказалась 20 тысяч рублей в сезон, а стоимость второй 2 тысячи, потому что она прослужила нам 10 лет. Одна из самых распространенных вещей, на которых экономят монтажники, это гарантия. Ну, зачем им что-то гарантировать, если они заключают договор на словах, деньги получают наличкой и ответственности никакой не несут. Незачем, они делают дешево, поток клиентов к ним бесконечный, одно объявление на авито сменяется другим, симка выбрасывается в помойку и каждый раз новый номер. Им не нужен сарафан. А что такое гарантия? Гарантия это ответственность, это необходимость в кратчайший срок после того, как у вас обнаружилась какая-то неисправность. А поверьте, со сложной системой, состоящей из 500 различных элементов различных поставщиков, как бы хорошо ее не монтировали, все равно может что-то произойти. Выезд на устранение подобного рода неисправностей стоит денег. И если компания ответственная, если она заключила договор и понимает свои риски, то ее цена не может быть низкой, потому что впоследствии она будет бесплатно выезжать к вам на устранение всех этих неисправностей. Я приведу вам простой пример. Допустим, вы наняли монтажника и он вам сделал систему отопления. Она работает, пускай даже год. Но на следующий год у нее сломался насос. Что вы делаете? Вы звоните этому монтажнику. Он говорит, ну насос-то я не делаю, я не производитель насосов. Он сломался, значит надо к производителю. А говорит, как к производителю? Ну надо его снять. Ну снимите. Ну заплатите. Ну ладно, давайте заплачу. Вы ему платите, он приезжает, снимает насос, дает вам в руки и говорит, ну все, везите. Куда? Везти надо в сервисный центр. Какой? Ну найдите в интернете, кто это производитель, где сервисный центр. И вы на другой конец города фигачите с этим насосом. Приезжаете туда, вам говорят 30 дней на выявление неисправности и еще 15 на устранение. А подождите, а полтора месяца я что буду делать без отопления? Ничего не знаем. 30 дней. Вы возвращаетесь, звоните монтажнику. А как мне быть? Он говорит, ну поставьте новый насос. А где его взять? В магазине. Вы идете в магазин, покупаете насос, звоните монтажнику, платите ему еще раз деньги за то, что он поставит вам этот насос. Через полтора месяца вам отремонтировали насос. Вы его привозите, кладете и оставляете уже на резерв. И таким образом, через 5 лет у вас половина системы отопления лежит в гараже и ждет своего времени. Или вы сразу заключаете договор с приличной компанией, которая обеспечивает гарантию, которая приезжает на устранение неисправности сразу с подменным насосом, не давая вам замерзнуть. Снимают насос, ставят подменный насос, самостоятельно везут его в ремонт, в сервис, разбираются с сервисным центром, доказывают им, что это производитель виноват в поломке, ремонтируют, привозят вам его на место, ставят, забирают свой подменный. Гарантия – это очень важная составляющая цены. Если бы нам не надо было обеспечивать гарантию, мы бы делали все гораздо дешевле. Но, к сожалению, мы понимаем риски, понимаем ответственность и должны закладывать их, чтобы в любой момент, любому клиенту мы могли быстро и качественно оказать эту гарантию так, чтобы он ни в коем случае не замерз и не остался без тепла. Не всегда дешевый вариант от дорогого отличается качеством и надежностью. Я приведу вам пример из нашей практики. К нам пришла клиентка, которой мы делали котельную. Она очень долго делает ремонт, постепенный. И вот спустя год она дошла до системы отопления. Говорит, мне понравилось, как вы сделали котельную, давайте сделаем мне систему отопления. Мы сделали проект и смету к нему. Получилось 350 тысяч рублей. Это дом, по-моему, 220 квадратных метров. Она говорит, все классно, все здорово, но вот я бы хотела поменять вот эти трубы на сшитый полиэтилен и сделать не последовательную, а лучевую разводку. А мы знаем, что денег у нее немного. Мы знаем, что она хотела бы более экономный вариант, поэтому мы его и подобрали. Но желание клиента для нас закон. Мы переделали проект, переделали смету и получилось 750 тысяч рублей. Она вот с такими глазами на нас смотрит и говорит, а как так-то? Был 350, стало 750. Получилось так, что труба, которую она захотела, стоит в два раза дороже. Трубы надо в четыре раза больше. Монтаж получился на 60% дольше. Ну, из-за трудностей в результате, пожалуйста. Один и тот же дом, одинаковая по качеству и эффективности система отопления, но одна более эстетически приятная, вторая более простая. И та, и та будет работать. Я рассказал вам эту историю, чтобы вы понимали, что не всегда дешевый вариант – это плохой вариант. Он может быть качественным, с гарантией, со всеми необходимыми условиями, элементами, просто менее эстетичный. И если вам надо красиво спрятать трубы в стяжку, максимально скрыть присутствие системы отопления в вашем доме, то здесь вам по-любому придется переплатить за качественные материалы. А вот если вам предложат то, что мы посчитали за 750 тысяч рублей за 300, вот тут стоит задуматься, а на чем этот подрядчик решил сэкономить. Возможно, он решил сшитый полиэтилен заменить на полипропилен и спрятать его в стяжку. Это та еще бомба замедленного действия. Об этом, кстати, у нас есть отдельное видео, обязательно посмотрите его. Подводя итог всему, что я вам рассказал, хочу отметить важные моменты. В первую очередь, когда вы сравниваете две сметы, определите, одинаковые ли вещи вам предлагают. Возможно, это обе правильные системы, просто они используют разную схему подключения труб и разное качество материалов. Нужно ли вам это качество? Или вы хотите более дешевый вариант? Надо было договариваться на старте, объясняя подрядчику, что именно вы хотите. Выбирать подрядчика только по цене сметы, не вдаваясь в технические нюансы этой сметы и в услуги, которые прилагаются к этой смете, помимо самого монтажа. Это все равно, что прийти на авторынок, завязать себе глаза и выбирать автомобиль по цене, не глядя, не проверяя, не разбираясь, веря в то, что продавец сказал, что его автомобиль самый лучший и самый качественный. Проблема в том, что люди редко покупают себе систему отопления, как правило, один, ну максимум два раза в жизни. И они не понимают ключевые факторы выбора, не понимают, на что обратить внимание в смете, не понимают, на что обратить внимание в услугах. В результате выбирают то, что дешевле. Это же понятная цифра, ее можно определить. Если вы хотите узнать больше о ключевых факторах выбора подрядчика, о том, на что обратить внимание в смете или в договоре, тогда напишите об этом в комментариях, и мы обязательно снимем об этом отдельное видео. Я постарался вам всесторонне показать, что не всегда дешевое – это хорошо, но и при этом не всегда это плохо. Что дорогое – это не всегда бесполезная переплата, а необходимая достаточность, которая будет качественно у вас работать. А что для вас важнее – цена или качество? Напишите об этом в комментариях, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и до новых встреч в новых видео. С вами был Анатолий.